СЛОК ТВ В приеме по личным вопросам у главы городского округа Станислава Константиновича Суханова. Станислав Константинович, добрый день. Первый вопрос, который хотели бы задать мы, съемочная группа СЛОК ТВ от наших телезрителей. Людей волнует, что случилась, была перепись населения, и якобы население нашего города несколько уменьшилось, и останется ли у нас статус города. Вот это Албанова и Михаиловна. Добрый день. На самом деле, мы часто знаем, что проходила перепись населения, и результаты которой будут официально опубликованы только в апреле 2012 года. Поэтому те данные, которые у нас есть, они являются предварительными и не конечными. Но даже и по этим данным, совершенно правильно, если мы заявляли, что наше население порядка 50 тысяч, 24 человек, то сегодня эта цифра немножко уменьшилась. Нам, наверное, не хватит совсем чуть-чуть до 50 тысяч населения, и люди правомерно задают вопрос, как это скажется на городе, на его финансовом состоянии, все, что связано с жизнью нашего города. Я могу сказать, что сегодня статус категорийности городов немножко изменен, и та категория, в которую попадает сухой лог, это имею в виду с точки зрения финансового обеспечения, начинается от 40 тысяч населения. Поэтому в этом плане мы абсолютно спокойно себя чувствуем и не боимся, что статус города будет приден в другую категорию. На самом деле есть ряд показателей при формировании бюджета, где идет подушевое начисление расходных полномочий, так называемых, где на каждого человека закладывается, допустим, 20 рублей на такое-то и на такое-то мероприятие. В этом случае мы, конечно, потеряем, но это уже будет в 2013 году, потому что официальные цифры будут, как я сказал, в начале 2012 года, мы потеряем какую-то часть денежных средств. Но это не критичная сумма, это будет в размере меньше 1%, и в целом это не должно скататься на какой-то экономический коллапс на территории нашего городского округа. Я скажу, что в целом по области произошло уменьшение населения на территории Свердловской области, и, наверное, эти цифры являются на сегодняшний день достоверными, потому что мы все прекрасно понимаем, что в последнее время рождаемость была ниже, чем смертность. И мы поддерживали это 50 тысяч населения на территории городского округа фактически только за счет естественной миграции, это приезжающих жителей в наш город. И вся Свердловская область была не исключением, ситуация начала меняться только в лучшую сторону в 2010 году. Поэтому статус города останется, если города с гораздо меньше населения на территории Свердловской области. С точки зрения финансовых моментов, я их озвучил, это не катастрофично. В конце концов, соотношение-то все равно останется то же самое. То есть меньше жителей, меньше финансирования, соотношение останется тем же самым. Да, но я еще раз говорю, что у нас очень маленький процент. Я не буду называть те городские округа, где этот процент гораздо хуже, где уменьшилось количество населения на 5-6% по переписи, которая проходила в последний раз. Поэтому будем принимать то, что есть, и работать с тем, что имеем. Прокиных, видимо, супруги интересует вопрос, почему в нашем городе летом не проводятся капитальные ремонты жилфонда, как в соседнем Богдановиче, например. Там ремонты идут полным ходом. Неужели у них больше средств не верим? На самом деле мы этот вопрос уже не раз обсуждали. Я хочу сказать, что ни одно муниципальное образование, наверное, за исключением Екатеринбурга, не может проводить капитальные ремонты за счет собственных средств. То есть полностью из бюджета городского округа выделить деньги на капитальный ремонт, какой-то глобальный капитальный ремонт на жилфонд. Как правило, это какие-то программы. И программа, которая сегодня существует, все мы ее знаем, это 185-й федеральный закон по капитальному ремонту многоквартирных домов. Это одна его составляющая. Вторая составляющая – это переселение из ветхого аварийного жилья, малоэтажное строительство. Я могу сказать, что Богданович на сегодняшний день в 2011 году находится в перечне тех муниципальных образований, которые получили деньги по программе капитального ремонта. Я могу ошибаться, но это порядка, наверное, 50 миллионов рублей. Общий сбалансированный бюджет составит миллионов 70, исключая областный и местный бюджет. Это немного. 11 муниципальных образований на территории Свердловской области. Мы, со своей стороны, подавали заявку и участие в 2011 году. Порядка 70 миллионов рублей общий консолидированный бюджет по капитальному ремонту. Наша заявка была отклонена в связи с тем, что последние два года мы по этой программе уже получали деньги. Если я напомню, это 2009 год, порядка 35 миллионов рублей, 2010 год, порядка 70 миллионов рублей, то есть 5 миллионов мы получили. Поэтому Богданович в 2010 году не участвовал в программе капитального ремонта. Я думаю, это совершенно справедливо, что наши соседи получили такую возможность. И еще раз я говорю, это всего лишь 11 муниципальных образований. В 2011 году это было 17, в котором в том числе и были мы. Наша заявка, она будет продолжена, и мы ее сформировав, подготовив все необходимые документы, заявимся в 2012 год. Если программа по 185 федеральному закону будет работать в 2012 году, что в общем-то не исключено, то я думаю, что у нас есть шансы получить в 2012 году деньги на проведение капитальных ремонтов. И я еще раз говорю, что, конечно, ни Богданович, ни Сухой Лог самостоятельно проводить такие ремонты без поддержки Федерации области не смогут. Поэтому надо порадоваться наших соседей, что они в этой заявке участвуют и реализовывают эти деньги. Мы реализовываем другие деньги, у нас по программе переселения, у нас есть и по федеральной программе, по 185, и по областной программе. Сегодня мы готовим заявку и на 2012 год, для того, чтобы еще порядка 1500 квадратных метров ветхоаворийного жилья была возможность у людей переехать в благоустроенные дома. Вот, естественно, Станислав Константинович, Светлана Берсанева, которая проживает на улице Ремонтников, пишет, что мы живем в неведении, тратить цельный ремонт своих домов, квартир или ждать сноса. Из неприватизированных домов жители, соседи осенью переезжают в Зауралье, а новые дома? А, в новые дома, а мы? Вот как раз, да, совершенно верно, да. Вот я еще раз говорю, что сказать однозначно жителям по улице Ремонтников, да, которые вот заявились, написали это заявление или вопрос, я не могу. Но я говорю, что на самом деле в программу 2012 года дома по улице Ремонтников включены на переселение из ветхоаворийного жилья. Шансы, что мы получим эти деньги, есть. И я думаю, что шансы у нас неплохие, потому что, совершенно верно, мы заканчиваем в этом году программу 2010-2011 года, а в этой программе наше муниципальное образование, я смею напомнить, участвовало в единственном числе, это Свердловской области. И, в общем-то, с точки зрения сроков мы, конечно, немножко задерживаем. Мы планировали сдать это в летний период, но перешло на осень. Но с точки зрения качества строительства и с точки зрения прокажения всех необходимых документов, экспертизы, заключений, мы имеем неплохую репутацию на уровне Министерства Свердловской области, Министерства энергетики. Поэтому нам предложили, уже имея определенный опыт, поучаствовать в программе и 2011-2012 года. Поэтому сегодня, буквально сегодня, мы ведем переговоры по тем условиям, какие будут предложены нашему муниципальному образованию. Потому что есть ряд моментов, которые нужно обсудить на этапе вхождения в программу, потому что если эти вопросы не будут затронуты и не обсуждены, то когда начнется программа, нам уже вступать будет некуда. Но вообще, мы настроены эту программу продолжать. Тем более, существует уже площадка, которая позволяет сегодня построить еще дополнительно. Шесть домов построено, строим седьмой и восьмой дом построить. По большому счету, есть коммунальные сети. И это, естественно, дает возможность строить в рамках тех денежных средств, которые выделяются на один квадратный метр. А это 30 тысяч рублей. Поэтому мне очень хотелось бы, чтобы программа 2011-2012 года по переселению верховарийного жилья, областная программа по 185 закону, для сухого лога была реализована. То есть, надежда, по крайней мере, есть и шансы тоже. По крайней мере, вы знаете, если говорить то, что было там 2-3 года назад, то шансы гораздо больше. Потому что в то время не было понимания, как вообще работать с этой категорией граждан, потому что те областные программы, они очень маленькие. Но, я еще раз говорю, 185-й федеральный закон такую возможность дает, но надо понимать, что он не со всеми мунициплетами готовый работать в правительстве области. Там очень много требований. Софинансирование, проектная документация и прочее, и прочее, и прочее. Не все муниципальные даже могут позволить себе этого. Поэтому мы должны испытывать гордость за то, что мы в разряде тех муниципальных образований, которым пока удается этот вопрос решать в рамках действующего законодательства. В городе много пустующих квартир, но там проживают другие люди. Например, по улице Фучика. Мой сын стоит в очереди на получение жилья, но сдвигов нет. Почему глава не принимает мер? Жду ответа в газете или выселения из этих квартир. Фамилию не назвали. Ну, вы знаете, на самом деле, вот такого плана обращения не поступает периодически о том, что там где-то или в том районе, или в том доме находятся пустующие квартиры. Проверки, которые проводятся, показывают, как правило, что эти пустующие квартиры являются приватизированными. И поэтому закон, ну, если человек имеет квартиру в собственности, он может их иметь несколько, позволяет собственнику квартиры делать с ними все, что угодно. Сдавать в наем, жить в этой квартире. Не жить в этой квартире, держать ее как объект недвижимости. И поэтому тяжело сказать, вот, ответить именно этот вопрос, потому что конкретного адреса нет. В целом, я хочу сказать, что сегодня неприватизированных квартир в целом по городу, ну, не больше 15%. Все остальные квартиры являются приватизированы. Этим вопросом занимаемся? Этим вопросом занимаемся постоянно. И если будет конкретно указан дом, адрес, квартира, то обязательно проведем работу. Если будет понимание, что данная квартира неприватизированная, которая находится на балансе муниципалитета, используются они по назначению или используются нарушениями, тогда будут приняты соответствующие меры. В целом, по всем обращениям, которые проводились, как правило, это квартиры собственников, которые они используют так, как считают нужным. Главное, чтобы они не нарушали санитарные нормы. Вот жители улицы Лесной, дома номер 3, жалуются, что радио слушаем 2-3 дня, хотя платим регулярно, 2-3 дня в неделю. Обратились в бюро ремонта, нам ответили, что распоряжение из Екатеринбурга, весь район кранового завода будет отключен. Галина Градыш обращается с этим вопросом. Ну вот, на самом деле, вопросы очень детальные, конкретные, требуют конкретного ответа, поэтому я с вашего разрешения буду подглядывать, потому что, ну, есть такие вещи, которые нам приходится запрашивать у организаций, которые занимаются профессионально этим, в частности Уралсвязьинформ. Уралсвязьинформ. И вот по этому вопросу мы получили следующую информацию, а я с ней согласен. На сегодняшний день на территории поселка кранового завода на сентябрь месяц зарегистрированы 11 повреждений радиоэфира. А в чем заключается повреждение радиоэфира? Они, в общем-то, на самом деле очень банальные и простые. Самое первое распространенное – это нарушение демонтажа тубостроек на линии радиофикации при установке собственных антенн на крышах многоэтажных домов. На ремонт крыш. На ремонт крыш. Или, ну, по частному сектору, там, где демонтируются стойки возле частных домов. Я вот могу сказать, что, вот у меня опять-таки по информации, что в 10-м, в 11-м году самовольно были демонтированы стойки на улице Ленина возле дома 117, 115, 116, 114, 86, 84. На улице Советской – 20А-32, 52-78, 90. Улица Свердлова – 89, 87, 85, 83. По большому счету мы сами создаем такие условия для того, чтобы радиофир не работал. Но я могу сказать, что это проблема, с которой нужно бороться нам все вместе. И, конечно, жители, которые понимают, что если есть какой-то провод и хочется изменить внешний вид, ну, я не знаю, своего дома или прилегающей территории, или житель, который живет на квартирном доме, решает вопрос установки, там, спутниковой антенны, он должен понимать, что если что-то он нарушает, то где-то это каким-то образом аукнется. И, как правило, понятно, что никто не лезет на те провода, которые являются электроснабжением, потому что это, на самом деле, смертельно опасно. Ну, а провода кабельные, которые, там, телефонная связь, не знаю, радиоточки, там, 12 вольт, и на самом деле люди зачастую их ломают. Но вот такого понимания, что в целом по поселку Кранового завода будет отключение, у нас, по крайней мере, такой информации нет. Поэтому надо устранять те замечания и приводить радиоэфир на лежащий вид. Ну, вот, Кадилова, Денисова, Бекетова, Захарова и другие всего 40 подписей поставили под письмом. Люди пишут о том, что единственный в селе Филатовский мост через реку Пышма находится в аварийном состоянии. Доски прогнили, в некоторых местах отпали, перил нет. То есть, неужели совсем не выделяются деньги, пишут они, из местного бюджета для сельских администраций, чтобы вот эти ремонтные работы осуществить. Значит, все ремонтные работы, в том числе и по мостам, путепроводам, они входят в программу капитального ремонта дорог местного значения. На 11-й год ремонт моста в село Филатовский не попал. Это рассматривается на задании комиссии Думы городского округа, подтверждается решением Думы. Поэтому все мероприятия, которые утверждены Думой, мы их исполняем в рамках именно тех мероприятий. Но на 11-й год мы заявляли, и на 12-й год мы снова заявляем ремонт моста Филатовская в эту программу. Поэтому я думаю, что в этом году этот вопрос решится принципиально. И в 12-й год мы получим самое главное – денежные средства, утвержденные Думой, на ремонт этого моста. Могу сказать, что справочно, что раньше этот мост ремонтировал глава сельского хозяйства Акбулатов, так как на левом берегу расположено его крестьянское хозяйство. Поэтому вопроса не вставало, но сегодня эти ремонты не ведутся. Поэтому будем, давайте, надеяться. И, в общем-то, мы к этому приложим все усилия, чтобы в программу 12-го года ремонт данного моста заложить. То есть это известная проблема, и решать ее, в принципе, готовы все деньги упираются, как обычно, да? Самое главное в программу, потому что желание капитальных ремонтов, поверьте, их гораздо больше, чем те денежные средства, которыми мы обладаем. Поэтому по решению депутатов в депутатской комиссии выбираются самые необходимые мероприятия. Я скажу, что на сегодняшний день мы предоставили на рассмотрение комиссии депутатской три варианта программы капитального ремонта дорог 12-го года, где они, ну, скажем так, в целом отличаются друг от друга. Может быть, из трех вариантов будет выбран один, а может быть, примется какой-то за основу. Потому что по обращению граждан мы формируем вот этот перечень, и по состоянию, техническому состоянию дорог мы сами увидим, какие дороги необходимо ремонтировать. Но мы понимаем, что все наши хотелки мы выполнить не можем. Поэтому вот таким вот консолидированным решением принимается окончательный результат данного вопроса. То есть объем так велик, что приоритеты расставить очень сложно? Я думаю, что если программа капитального ремонта сегодня порядка 15 миллионов 300 тысяч рублей в 2011 году, а в 10-м она была всего лишь 11 миллионов, то есть не 4 миллиона подняли, то в целом для того, чтобы решить вопрос, мне кажется, что нужно было делять миллионов 50 каждый год на протяжении 10 лет. Тогда наши дороги и мосты будут в идеальном состоянии. Но, к сожалению, пока этого позволить не можем ни мы, ни областной бюджет. Поэтому мы сегодня вынуждены стараться попадать в областные программы. Благо, такие программы существуют. Но там есть один момент. Техническая документация должна быть подготовлена за счет местного бюджета и пройдены все экспертизы. То есть, о чем это говорит? Значит, какие-то деньги, может быть, миллион-полтора нам придется убрать с программы ремонта, а направить на проектно-сметную документацию. В противном случае просто в областную программу упасть невозможно. Я скажу, что сегодня в областной программе 2011 года участвует улица Кунавина, город Богданович. Мы понимаем, что улица Кунавина, город Богданович, это проездная дорога, фактически федеральная трасса, которая идет сегодня в сторону западно-сибирского региона. Поэтому нам попасть с нашими дорогами, которые не являются такими проездными, крайне проблематично, но мы все этот вопрос будем решать. Ну, опять о дорогах. Вот 48 подписей подставили жители, среди них Молодцова, Суханова, Ветрова, Абрамов, которые пишут, что в связи с резким увеличением потока автотранспорта просим организовать асфальтирование пешеходной дорожки, даже не дороги, между детским садом номер 43 и домом 23А по улице Белинского. Вот эта дорога попала? Да нету там дороги вообще принципиально. Они просят нас. Видят тротуар? Нет, там нет никакого тротуара. Там есть забор между детским садом и домом Белинского 24, который построен, как мы считаем, новый. Они просят, чтобы между этим домом и садиком была сделана организована дорожка. Для того, чтобы жители 16-го дома, я так и понимаю, да? 43-23 они пишут. А какой дом номер? Нет фамилии только. Чтобы они могли ходить. А я, честно говоря, не понимаю, где уйдет увеличение потока. По внутридворовым проездам, что ли? Сегодня, скажем так, чтобы перенести забор детского садика? Да, наверное, дворовой проезд имеется. Ну, я думаю, что это надо перенести забор в детском саду. Сделать разрыв между существующим ТСЖ, который есть, отдельно стоящий дом цементников ТСЖ у них там существует. Ну, которые не пускают, жаловались люди, что их не пускают на то, чтобы там поиграть на детской площадке. Помимо всего этого, эта дорожка должна будет еще пройти по зеленым насаждениям, которые мы должны снести. Сегодня зеленые насаждения. Поэтому вот это исполнение, оно крайне невозможно. Я понимаю, что людям нужно решать вопрос. Но так как поставлен вопрос, он поставлен некорректно. Ну, там, яблони растут, которые росли не один год. А я столько лет ходили, в общем-то, не было вопроса. Но знаете, почему вообще вопрос от вас возник? Потому что мы начали сегодня ремонтировать садик и начали закрывать дорогу. Раньше они ходили через забор. Было удобно. Было удобно. По территории детского сада. По территории детского сада. И уже привыкли. И поэтому, уважаемые жители, ну, этот вопрос мы прорабатываем, смотрим, как из него выйдет эта ситуация. Но это касается только одного дома, который находится вот за территорией этого детского сада. По большому счету, конечно, гораздо важнее сделать пешеходную дорожку, которая идет в сторону Шадского перекрестка. Потому что там, на улице Димитрова и всех проживающих улиц, там живет гораздо больше жителей, чем в вашем... Ну, и гораздо больше детей ходят, которые находятся в более опасной ситуации. Потому что они фактически сегодня идут по дороге. Поэтому, если уж принимать решение, то, конечно, в первую очередь, смотреть в ту сторону. Ну, а ваш вопрос, конечно, нельзя оставлять без внимания. Мы будем над ним работать. Ну, продолжаются жалобы, к сожалению, Станислав Константинович, на ЖКО номер 3. Значит, то они не убирают дворы с зимы, щебенка до сих пор, значит, которая посыпной материал лежит, и окурки у подъездов не метут, то, значит, они не косят. Теперь вот жалоба на то, что не даются квитки заработной плате и постоянно задерживают зарплату. Что им, закон не писан или некому с них спросить, чтобы подчинялись общему порядку? Вот Рявкин пишет. Ну, то, что касается заработной платы, квитки обязаны выдавать. Если идут нарушения выдачи, но есть соответствующие контролирующие органы, которые реагируют на заявление граждан по этому вопросу. Даже если будет обращение в администрацию, то мы будем вынуждены переправить данное обращение в прокуратуру. То есть это вопрос прокуратуры? Конечно, это же, видите, трудовое законодательство, которое должны выдерживать все сегодня существующие юридические лица, предприниматели, работодатели. Поэтому, если вот такая ситуация возникает и не удается решить его в рабочем порядке с руководителями, то я предлагаю обращаться либо в суд, либо в прокуратуру. Потому что к обращению к администрации все одно ваше письмо будет переадресовано именно в эти органы. И я думаю, что закон писан и для этих организаций. То есть мы сегодня говорим с вами о том, что руководитель должен принять это к связи, к исполнению, а если нет, значит, жители вправе защищать свои интересы. Работники, которые не получают, они вправе. Закон стоит на их стороне. Сегодня закон... Почему продали связь? Три года лихорадит нас, инвалидов, потому что лишили последнего связи с миром. За услуги телефона надо предъявлять квитанции за 5-10 дней, а не за сутки, как делает наша организация. 24 июля мы получили платежки, а 25-го отключили телефоны за неуплату, Олимпиева пишет. Кстати, это не одно вот такое письмо и вопрос, что квитанции не носят вовсе, особенно в сельской местности, а просто отключают на 25-е, отключают телефоны. Если по ходу вопроса, почему продали связь, ну это, наверное, вопрос не к нам, потому что я могу сказать много, почему продали что-то еще. Ну, в рамках действующего законодательства, мы всегда говорим, работали, наверное, вот эти вот компании, которые являлись собственниками сегодня и оказывают услуги на территории не только Сухого Волога, Сырловской области, Бибрайского федерального округа. Поэтому здесь вопрос на самом деле не по назначению. То, что их лихорадит на самом деле, это я согласен. И то, что квитанции, которые приходят 24-го числа, а 25-го требуют оплату, а зачастую они приходят еще и позже, когда уже произошло отключение, да, и все мы знаем, что до смешного там за одну копейку даже отключают. Был такой случай, когда отключили за одну копейку, причем пенсионеры отключили за копейку, которые пенсионеры, как правило, исправно платят. Ну, это, конечно... Ну, руководство ссылается в этом случае на автоматы. Ну, они говорят... Вы знаете, у них какие ответы? На самом деле это ответы только для того, чтобы ответить. Они говорят о том, что да, мы оказываем услуги по связи, а вот услуги по доставке квитанции мы заключили согласно договора с какой-то организацией. Но вот если касается сухого лога, я могу сказать, что... Опять-таки, услуги по доставке квитанции оказывают общество с ограниченной ответственностью Great Express, город Екатеринбург, по централизованному договору с Екатеринбургским филиалом ОАО Ростелеком. Доставку квитанции из города Екатеринбурга в сухой лог оставляет о Great Express самостоятельно. Вроде как, вот мы с ними заключили договор, они там самостоятельно работают. Но у них там наверняка в договорах прописаны, наверное, прописаны какие-то штрафные санкции, я не знаю, сроки прописаны. Это не бывает же беззубый договор. Поэтому это тоже вот от лукавого все. А дальше работники Сухороского, Ростелекома, не имеют возможности проследить весь процесс доставки до абонента, так как в нем не участвуют. О всех проблемах по доставке квитанции необходимо обращаться по телефонам. Ну, вот тут номера телефонов указаны 118-01, да, 8-800-3000-1801, звонок бесплатный. На самом деле это ответ ради того, чтобы ответить. Я согласен с тем, что это ваши внутренние проблемы. И мы, я всегда говорю, что там, вы хоть с кем заключаете договор, хоть сами носите эти квитанции, но вы сделаете так, чтобы человек получил квитанцию, у него было там 3-5 дней для того, чтобы реализовать свое право уплаты. Ну, вот на стороне полностью жителей, поверьте, стою. И, в общем-то, всегда свое недовольство высказываю при работе по данному направлению, при общении с Ростелекомом, с руководством Ростелекома. И будем дальше бороться с этим моментом, который я считаю абсолютно справедливым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова